Разработка генерального плана Сочи выходит на финишную прямую. Заканчивается седьмой этап из десяти по муниципальному контракту. НИИ перспективного градостроительства корректирует проект по поступившим от жителей города Сочи предложениям и замечаниям. Продолжается работа рабочих групп экспертного совета по территориальному планированию по пяти жизненно важным для города направлениям. Ветхое и аварийное жилье, население, экология и ООПТ, геология и инженерная безопасность, санаторно-курортный блок и рекреационная емкость. Важно, что при разработке генерального плана и администрация города Сочи, и разработчики генерального плана НИИПГ старались максимально взаимодействовать с жителями города с тем, чтобы собрать по крупицам буквально те пространства в Сочи, которые могут в будущем стать зелеными общественными пространствами, чтобы появилось большее количество общественных пространств шаговой доступности. Особенно мы это ощутили в ковидные времена. Люди остро почувствовали, как не хватает зеленых общественных пространств рядом с домом, в которых можно заниматься спортом, гулять. К сожалению, мы не получили того количества активных жителей, которые бы участвовали в этом процессе постоянно и последовательно, но мы получили значительное количество предложений, часть из которых была отражена в генеральном плане. Я напомню о том, что согласно исследованиям, всего 1,2 квадратных метра на жителя города Сочи в настоящее время зафиксировано зеленых общественных пространств, вместо положенных по норме 21 квадратный метр. И вот одна из задач – всеми силами и жителям, и бизнесу, и власти, и экспертам объединиться с тем, чтобы это количество пространств увеличивать, возможно, где-то за счет крышного изменения, вертикального изменения, за счет связи небольших зеленых общественных пространств, пешеходными связями, создавая дисперстные парки. И мы надеемся, что и жители, и эксперты, и бизнес будут дальше продолжать участвовать в этой работе, потому что после генерального плана сейчас следует разработка правил землепользования и застройки, разрабатываются комплексные программы развития территорий, и хотелось бы, чтобы там появлялись эти зеленые общественные пространства, и чтобы город все-таки вернул себе право быть самым зеленым городом в Российской Федерации. На данный момент у нас есть проблема с проницаемостью. Мы не можем ни пешком, ни на велосипеде, ни на следствии индивидуальной мобильности быстро доехать до каких-то точек притяжения. Нам приходится пользоваться для этого личным автомобилем, что не является современным трендом, не является экологичным. Как раз наша задача состоит в том, чтобы люди как можно больше отказывались от личных автомобилей для передвижения по городу, по центру города, в трехкилометровой зоне, использовали как раз пешеходную составляющую, велосипеды, например, экологичные виды транспорта. Соответственно, мы сейчас разрабатываем стратегию, которая позволит эти связи восстановить, те, которые были утрачены. Мы предлагаем убирать заборы, которые были построены и нарушили эти связи. В конечном счете это скажется на нашем здоровье и благополучии всех горожан и гостей города. Разработчиками проектные решения, принятые на основе лазерного сканирования территории, созданы цифровой картографической базы, сбора и оцифровки исходных данных от более 110 различных организаций и ведомств. В Сочи 2023 год объявлен годом архитектуры. При поддержке главы города создана рабочая группа по реализации проекта и разработан алгоритм взаимодействия. Работы по созданию социально-спортивного кластера в Красной Поляне ведутся администрацией города Сочи при максимальном обсуждении всех вопросов с жителями Красной Поляны. «Красная Поляна уже давно перестала быть поселком. Это часть городской черты с достаточно плотной застройкой и достаточно высокой плотностью населения. Соответственно, наша главная задача – обеспечить местных жителей и обеспечить гостей курорта, обеспечить комфортными условиями для пребывания. Соответственно, при поддержке общественников, при поддержке архитекторов города Сочи мы разработали совместно с профессиональным сообществом, разработали единый пешеходный маршрут, который будет связывать Красную Поляну и Стасадок. И также будет возможность пешком дойти до комплекса «Лаура», на котором мы в данный момент находимся». В концепции предложено создать пять новых пешеходных переходов, организовать пять новых знаковых общественных пространств, мини-скверы, лавочки, перголы, упорядочить хаотично припаркованные автомобили, расширить пешеходную зону, заменить покрытие и существующий остановочный павильон на улице Эстонской, добавить велополосы. Уже ведутся работы по сносу самовольно установленных рекламных конструкций. Упорядочиваются вывески. «Очень хорошо, что градсовет приехал. Я думаю, своими глазами все посмотрят. А мы постараемся рассказать, может быть, традиция, какой-то подход к новому городостроительному облику Красной Поляны». Профессионалами, экспертами, местным сообществом и неравнодушными жителями был исследован пешеходно-экологический маршрут и вновь создаваемые уголки современных общественных территорий, которые будут удобны для спорта, прогулок, созерцания заснеженных вершин, цветущих лугов и чистейшего горного воздуха. «Горный город, заборы – это вообще невозможно. Это невозможно и так». Градсовет начался, как всегда, с активных обсуждений, ведь формирование возможных сценариев городского развития – тема очень важная и требует серьёзного подхода и подготовки. «Безусловно, тема важна, если будут правильно сформулированы вопросы, потому что от этого зависит, какого уровня будут получены ответы. И для того, чтобы составить правильное мнение относительно предстоящих решений, необходимо, чтобы вопросы и ответы содержали это мнение». Не менее важная тема – увеличение мощности водопотребления в Адлерском и Хостинском районах города Сочи. Ведь важно уберечь градообразующие компоненты и благоприятную окружающую среду в этих местах. Например, с точки зрения сохранения биоразнообразия, лесной массив горы Бытха уникален по своим характеристикам. «В месте, где запланировано усиление подачи питьевой воды, находятся места обитания хмелиграба. Также там зафиксировано три вида орхидей. И вот сегодня мы как раз обсуждали, как проектные решения сделать максимально гармоничными, в том числе и с учётом сохранения уникальных природных особенностей территории». Специальным гостем на городсовете города Сочи стал Святослав Мурунов, член градостроительного совета города Алматы. Он приехал поделиться своим опытом. «Комплексное развитие территории подразумевает, что исследования дают нам некоторые причины, с которыми нужно работать. И часть этих причин можно решить способами генплана, но часть причин тяжело решить способами генплана, потому что генплан отвечает за пространственное развитие, за пространственное развитие территории, за то, как пространство обустроено. А, например, узкое место в генплане – это чем людям заниматься там, где мы хотим их разместить, какие виды деятельности там разместить. Потому что сейчас меняется экономика, у нас у всех есть хобби, увлечения, ноутбуки, компьютеры и так далее. Мы одновременно и учимся, и работаем, либо долго время не работаем, но зарабатываем за счёт проектов, грантов и чего-то ещё. И вот этот вид деятельности, такой переходного периода, он нуждается, конечно же, в новых типах мест приложения, мы их называем места приложения таланта, то есть даже не места приложения труда, места приложения таланта. Вот. И в генплане пространственные решения можно учитывать за счёт вот исследований, а надстройку генплана, там мастер планы, экономическая программа развития города нуждается, конечно же, в более детальном исследовании. И самое главное – прототипирование нужно тестировать. Нужно тестировать, например, какую пользу для территории приносит каоркинг, а для кого он больше окажется, для местных либо для переехавших. А если становится много переехавших на территории местным-то работы хватает, либо начинает быть безработными, и мы вообще получаем социальное напряжение. То есть вопросы развития сейчас настолько усложняются. То же самое с экологией, то же самое с инвестициями. То есть исследования позволяют хотя бы, по крайней мере, снизить риск ошибок. Городостроительных ошибок, управленческих ошибок, политических ошибок. Поэтому, конечно же, комплексные исследования – это такой системный подход к развитию города. Эксперты Городостроительного совета будут сопровождать проекты, которые обсуждались на заседании на стадии их реализации. Есть вопросы, которые остались открытыми и будут обсуждаться на более высоком уровне. Беспрецедентными были и общественные обсуждения проекта Генплана, которые начались еще в декабре 2021 года и продолжаются до настоящего времени. Масштабное обсуждение Генерального плана жителями города с общественными организациями и движениями, с профессиональным архитектурным и экологическим сообществом обусловлено тем, что Генплан показывает развитие Сочи на 20 лет вперед до 2044 года. При разработке Генерального плана очень важный момент был вовлечение жителей в сбор информации, в формирование проблематики. В принципе, это довольно новый для нас опыт, для нашего города. В чем это заключалось? В том, что жители присылали свои предложения по включению зеленых зон, скверов, каких-то зеленых участков, которые еще сохранились в нашем городе. Включение в слои Генерального плана, который как раз и отображает зеленые зоны нашего города. Очень важно, что проходят открытые обсуждения стратегии развития города Сочи до 2035 года. И, в принципе, каждый может прийти и поучаствовать. Это не только право, но и ответственность большая жителей, потому что мы действительно можем творить будущего нашего города, но это должно быть очень осознанно, концептуально. То есть, важно, чтобы мы хотели и делали что-то для нашего города. Около 106 тысяч сочинцев приняли участие в рассмотрении и обсуждении проекта нового Генерального плана. А это каждый седьмой житель курорта. В общей сложности жители курорта направили около 30 тысяч предложений разработчикам. В проекте Генерального плана, разработанном вне перспективного градостроительства, предложено создание подцентров притяжения населения в каждом населенном пункте, особенно в Лазаревском районе. Такими центрами являются объекты культурного, досугового, спортивного, рекреационного назначения и их сочетания. На мой взгляд, пока не утвержден Генеральный план, и это позиция губернатора Краснодарского края, нет документа, который ограничивает аппетит застройщиков, которые хотят везде построить многоквартирные дома, многоэтажные дома. И фактически документ, который может остановить это, это Генеральный план. И поэтому и в Краснодаре, несмотря на то, что были вопросы по Генеральному плану, он был принят. Хотя были мнения, что стоит его отклонить, не стоит его утверждать, но тем не менее, в том числе представители общественности, которые активно участвовали в этом деле, согласились с тем, что должен быть принят Генеральный план. А те вещи, которые остаются с вопросами, в частности в Сочи, это большое количество судов, которые есть. Мы предлагали сразу вывести это в отдельный слой, в отдельную зону функционального зонирования, где все участки, которые существуют в суде, выделены отдельным цветом. И дальше, по мере того, как будут решаться судебные вопросы, в городе Сочи есть институт генплана, который может вносить изменения эти именно в эту зону. Мы говорим, что, как говорит губернатор, это Конституция, Генеральный план, мы его не меняем. Но это отдельная зона, если у нас участки судебные, то они тогда у нас переходят либо в зону рекреации, либо в зону Наспарка, либо в зону ИЖС. Там есть разные, в зависимости от решения суда будут разные решения. Если мое мнение может быть не совсем популярным, но я думаю, что генеральный план нужно принимать с тем, чтобы дальше не усугубить ситуацию с многоквартирной застройкой и с псевдоапартаментами, с псевдогостиницами, которые появляются в Сочи сейчас. Потому что реального инструмента, как это остановить, решением суда администрация будет вынуждена выдавать разрешение на строительство. Даже если она не хочет этого. Только в результате уважительного отношения к городу, совместной работы горожан, градостроителей, архитекторов, экологов, инженеров, геологов и всего сочинского профессионального сообщества мы получим качественные градостроительные документы всей их вертикали, которые определяют развитие города-курорта Сочи до 2044 года.